В эфире телеканал Лаба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги недели. Подготовку жилищно-коммунальной и социальной сферы к работе в предстоящий осенне-зимний период обсудили в районной администрации. Глава Александр Сачиков провел расширенное планерное совещание. В роботе заседания приняли участие председатели райсовета, заместители главы района, начальники управления отдела, главы поселения, также руководители коммунальных хозяйств. О состоянии дел доложил заместитель главы района Василий Клюев. Он проинформировал присутствующих о прошедшем краевом селекторном совещании, на котором введение подготовки в Лабинском районе по итогам краевой проверки отмечено как удовлетворительно. Однако, остается много нерешенных вопросов, требующих напряженной работы предприятий жизнеобеспечения. Министерство промышленности и энергетики, департамент ЖКХ, государственная жилинспекция проводили проверки и на основании этого были сделаны замечания и определена наша позиция, наше место по рейтингу, который комиссия краевая определила. В целом, работа по этому вопросу по состоянию на 17 октября в нашем районе признана удовлетворительно, с замечаниями которых я скажу чуть ниже. Краевая комиссия разработала рейтинг, так называемые зоны. Зона зеленая – это те районы, где работа проводится удовлетворительно, 15 мест. Зона красная – это где есть риски срыва подготовки к отопитному сезону. Зона переходная – 14 мест – это там, где необходимо работу улучшить. Я сегодня утром доложил, Александр Александрович, и вам докладываю. По итогам проверки нашего отчета в прошлую пятницу, Лобинский район занимает 15 место. Мы пока в зеленой зоне, но тем не менее, далеко не все замечания, которые были высказаны членами краевой комиссии и вице-губернатором, были там озвучены. Глава района подверг жесткой критике позицию, которую заняли поставщики ресурсов по отношению к муниципалитету и жителям района. Александр Сачиков, обращаясь к присутствующим в зале, подчеркнул, что в сложной экономической ситуации необходим диалог, совместный поиск оптимальных решений, человеческое отношение к простым людям, а не ультиматумные заявления. Только сообща можно преодолеть трудности, как было уже не раз. На совещании глава принял решение на ближайшей сессии Совета района заслужить вопрос о работе предприятий коммунальной сферы, существующих проблем в путях их решения. Далее Василий Клюев доложил о подготовке к зиме в разрезе ведомств и поселений, поставил задачи и обозначил сроки их исполнения. О своей работе в данном направлении отчитались главы города и сладковского поселения, а также начальник управления образования. На балансе управления образованием Лобинского района находится 63 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 31 общеобразовательная школа, 28 учреждений дошкольного образования, 4 учреждения дополнительного образования. Количество собственных котельных, включая топочные пункты, 31, в том числе 15 на газовом топливе, 3 на электроэнергии, 1 котельная на жидком топливе и 12 котельных на твердом топливе. Все котельные будут эксплуатироваться учреждениями образования. Всего для подготовки учреждений образования к работе в осенне-зимний период необходимо 17 миллионов рублей. Фактически выделено 10 миллионов рублей, что составляет 62,9%. К первому сентября район должен быть готов к осенне-зимнему периоду. О состоянии дорожного сервиса в Лобинском районе проинформировал первый заместитель главы района Олег Кухно. Он акцентировал внимание на требованиях, которые предъявляет край к оформлению объектов дорожного сервиса и работе по ликвидации несанкционированной торговли. Провести предметную ревизию состояния каждого объекта с оценкой благоустройства, внешнего вида, с уровнем организации торговли, соответствует защиту прав потребителей, потому что иногда на трассах у нас действительно торгуют и просроченной продукцией и так далее. Человек купил, поехал, не обратил на это внимания. И дан на это все срок месяц. Также на планерном совещании заместитель главы района Татьяна Гриднева доложила о преступности среди совершеннолетних по итогам первого полугодия 2015 года. Она возросла на 109%. Основные причины и условия совершения подростками преступлений стали социальное неблагополучие семей, недостаточный контроль со стороны родителей, общение с лицами, склонными к совершению правонарушения, а также желание иметь собственные деньги. Как отметила Татьяна Гриднева, в районе слабо организована профилактическая работа органов и учреждений системы профилактики. В связи с ростом подростковой преступности главам поселений, руководителям органов и учреждений системы профилактики рекомендовано принять незамедлительные меры, направленные на стабилизацию обстановки, усилить информационную работу с родителями по повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей, недопущению их нахождения без присмотра. В администрации города состоялось совещание с председателями товарищей собственников жилья. Основная цель – проинформировать представителей многоквартирных домов об изменениях, которые произошли в ЖКХ Российской Федерации. Участники совещания также обсудили ряд актуальных вопросов и спланировали дальнейшую работу. В ходе совещания, которое провел начальник отдела ЖКХ и благоустройства Геннадий Родников, представителям многоквартирных домов, выбравшим такую форму управления и эксплуатации, как товарищество собственников жилья рассказало о правах и обязанностях, отметил важные отличия от существовавшей ранее формы управления. Также на совещании обсудили волнующие вопросы функционирования ТСЖ и изменения в жилищном законодательстве. Так введена новая форма проведения общего собрания собственников помещений, изменены требования к оформлению протокола, уточнена структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также порядок ее расчета. Основные вопросы, которые интересовали представителей товарищей собственников жилья, именно как начать работу. Потому что по факту получается, что в связи с изменением в жилищном законодательстве люди избрали новую для себя форму управления на квартирным домом и, по сути говоря, столкнулись с тем, что не знают, что делать дальше. Так вот, администрация, как орган местного самоуправления, взяла на себя такую функцию, как проведение своеобразного ликбеза, для такой категории граждан. Помимо запланированных вопросов, в открытом диалоге на совещании обсудили технические и организационные вопросы, которые возникают у собственников жилья в процессе управления жилищным фондом. Руководители ТСЖ интересовались решением проблем своих домов. Ответили каждому. Такие встречи полезны всем сторонам. Прежде всего, они помогают собственникам разобраться в проблемах и тонкостях управления. Поэтому принято решение проводить такие совещания чаще. Я считаю, что цель данного совещания достигнута. Общим мнением представители товарищей собственников жилья согласились и сказали, что да, такие совещания проводить полезно. Пожелали проводить это ежеквартально. Будем надеяться, что данная форма общения действительно принесет свои плоды и управляемость домов, многоквартирными домами в нашем городе от этого только улучшится. В районе завершилась жатва 2015. В этом году собрали почти 168 тысяч тонн зерна, что намного больше, чем в прошлом сезоне. Сегодня в хозяйствах подводят итоги страды. Лучших будут награждать на районном празднике урожая. О том, как прошла уборочная кампания, в нашем сюжете. Лобинские хлеборобы завершили жатву. В этом году, по оценкам специалистов агропромышленного комплекса, выращен отменный урожай. Все сельскохозяйственные предприятия района потрудились на славу и добились высоких результатов. За короткие сроки уборочной страды собрано почти 168 тысяч тонн зерна. Основной озимой культуры пшеницы получено 146 тысяч тонн, при средней урожайности 55,7 центнера с гектара. Очередная уборочная страда для крестьянских хозяйств, аграрных предприятий завершена. Лобинский район успешно справился с этой задачей. И надо отметить, что хлеб никогда, уборка хлеба никогда не была каким-то легким мероприятием. Это связано с определенными климатическими условиями, организационными условиями, техническими. Ну, в общем, надо сказать, что организовано, спокойно. Мы знаем, что в начале уборки были сложный период по погодным условиям. Ячмень очень сложно убирался. И, тем не менее, я хочу сказать, что сегодня, 24 число, мы заканчиваем уборку зерновых, зернобобовых культур в Лобинском районе. Урожай хороший. Мы превышаем показатели прошлого года, позапрошлого года. И район завершает уборку с урожайностью 55 центнеров. Это очень высокий показатель для предворий Краснодарского края. В 2015-м уборочная площадь зерновых колоссовых культур и зернобобовых в районе составила порядка 30,5 тысяч гектаров. В целом, средняя урожайность озимых составила 55 центнеров с гектара. На 10 пунктов выше среднерайонного показателя вышла в хозяйстве Кедр. Такой достаточно высокий результат дает возможность с уверенностью смотреть в будущее, говорят хлеборобы. Лето-пшеничное поле показывает высокий урожай – 70 центнеров зерна с гектара. Уборка – это, как вам сказать, ну это все уборка. Уборка – это все. Она наша надежда – уборка. На что надеетесь? На лучшее. Сегодня важно для меня убрать хлеб. А результат узнаем потом. Когда закончим уборку и узнаем. А вы довольны результатом сегодня? Довольны. Этот сельскохозяйственный год для лабинских аграриев был непростым. Затяжные дожди, сильный ветер, а местами и град заставили поволноваться земледельцев. Но труженики полей никогда не сдаются, не опускают руки. Как только установилась погода, они все силы направили на сбор урожая зимы. В этом году нас сильно подвела дождь, каждый день дождь был. Сильно переживали, Бога просили, чтобы дождь перестал. Вот буквально несколько дней солнечной погоды и мы стараемся убрать. Стараемся с утра, с 8 до 8 вечера работаем, не покладая рук. Ну стараемся убрать. Ну думаю, будет все нормально. Урожай радует вас в этом? Конечно, радует. Думали, что все посмывает дожди, ну вроде все нормально, будет радует. Не зря трудились? Не зря, да. Труженики хозяйства Кедры свою работу знают на отлично. Рабочий день здесь начинается с раннего утра и заканчивается, когда на поля опускается ночь. Идет непрерывный процесс. Комбайны практически без остановки собирают урожай, который тут же на грузовиках отвозят на ток. В Кедре – это главное хранилище богатства полей. Зерно здесь сразу засыпают в специальные мешки рукава. Один вмещает 160-170 тонн зерна. В день можно заполнить более четырех мешков. Урожай так может храниться очень долго и не теряя своего качества. С гордостью говорят труженики. Это все-таки труд всего коллектива. И через нас это проходит. Естественно, приятно. Последние комбайны в хозяйствах района покидают поля самой главной продовольственной культуры – озимой пшеницы. Один из важнейших и сложных этапов сельхозгода завершен. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, уборочная кампания прошла на высоком уровне, получен рекордный урожай. И снова лобинские аграрии в числе лучших в крае – по южно-предгорной зоне. О секретах успеха нам рассказал заместитель главы района Евгений Сверликов. Никаких секретов успеха нет. Здесь есть просто ежедневная работа с землей, работа с людьми, работа с техникой, работа с технологиями, изучение передового опыта, применение в своем агробизнесе всего нового, что дает сегодня и мировой опыт, и российская наука, ну и погодные условия. Я только могу поздравить наших руководителей предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, глав, да всех, кто участвовал в этой уборке, потому что хлеб – это результат труда всех, кто работает сегодня на земле. Благоустройство территории – одно из приоритетных направлений в работе администрации Каладжинского сельского поселения. В ближайшем будущем некоторые дороги в Гравином исполнении местные власти планируют заасфальтировать. А пока все силы брошены на борьбу с сурной растительностью, и в этом активно помогают члены ТОС. Станица Каладжинская удаленная от районного центра. Но, несмотря на это, сельские власти стараются сделать все возможное, чтобы жителям и гостям поселения было комфортно. Особое внимание благоустройству территории. Ремонтируются дороги каждый год. Две-три дороги обязательно мы ремонтируем. Садовую ремонтировали, степную ремонтировали, Кировую часть ремонтировали. Пока у нас дороги гравийные все, но в перспективе это будет переводиться на асфальтобетон. Ну, я считаю, что жизнь в Станице у нас не стоит на месте, развивается. И жилищно-коммунальное хозяйство, дороги ремонтируются у нас. И социальная сфера, я считаю, что у нас развивается. Две спортивные площадки построены, две площадки для детей у нас построены. В перспективе планируется строительство еще одной детской площадки. Ну, и как бы и население, мне кажется, облагораживает и свои домовладения, и приусадебные участки. В Каладжинской активно ведут борьбу с сурной растительностью. Траву уничтожают не только вручную. В работе задействована даже техника коммунального хозяйства поселения. Сурной растительностью. Во-первых, у нас есть информация на сайте. Мы объявления разместили, обращение к жителям Станицы, чтобы уничтожали сурную растительность при домовой территории. Если вдруг где-то какие-то видят пустыри или еще что-то, сообщают, и все убиралось. Ну, и ЖКХ участвует в уничтожении растительности сурной. У нас в ЖКХ есть два трактора, и мы задействуем их. Прямо субботники проводили, поэтому свалки чистили. Обязательно эта техника у нас задействуется. Тем более, один из тракторов у нас очень новый, в этом году только его получили. Поэтому он используется у нас очень хорошо. Представители ТОС Каладжинского сельского поселения тоже активно включены в работу по благоустройству Станицы. В один из будних дней члены Совета вместе с жителями навели порядок на детской площадке. Причем в своеобразном субботнике приняли участие и юные станичники. Ведь проводить свой досуг во благороженной территории намного приятнее, говорят школьники. Сегодня мы занимаемся ремонтом, наведением санитарного порядка на детской площадке. Здесь присутствуют члены нашего ТОСа. Это квартальные дети с нами вместе работают. У нас очень хорошие, дружные такие квартальные. Всегда отзываются на мою просьбу. Я являюсь председателем ТОС с 2002 года. И квартальные со мною с этого времени почти все не поменялись. Мы решили привести порядок, потому что лето, дети больше здесь бывают у нас на площадке. Выкосили траву. Ну, косили, конечно, не мы, а папы, которые уже ушли на работу. А мы красим детские, вот все эти грибочек, решили покрасить все сегодня. Побелить деревья. А следующий выходной мы соберемся, у нас еще есть дворовая площадка в парке. Мы частенько приходим, ну периодически вернее, в общем, приходим, выбираем. Естественно, вот это вот в этом году погода нам немножко задержала. А так, я же говорю, конечно, это как председатель квартального. Она находит, чтобы кто-то покосил, кто-то. А нас квартальных, она, безусловно, это мой квартал, и мы, я же говорю, проходим следим. Ну, бывает у нас взрослые, даже не молодежь, а взрослые люди. И вместо детей здесь развлекаются на этой площадке после себя. Конечно, мусора много оставляют, но пытаемся их тоже как-то образумить, как-то им сделать замечания. А мы периодически приходим убирать. Детки у нас здесь пользуются, эта площадка пользуется спросом, и приходят здесь мамаши с маленькими детками. На детскую площадку мы приходим очень часто после школы с детками. Я привожу, я как классный руководитель. Они проводят достаточно много времени здесь после школы. Поэтому мы сегодня вот собрались, решили подкрасить немножко, чтобы им было приятнее, свежо, красиво. Убираем, также вот деревья подбеливают. Ну, я думаю, что это очень полезно, полезный труд. И надо уделять много времени своим деткам. Мы часто сюда приходим с подружками качаться, чтобы здесь было чисто, красиво. Поэтому мы сегодня здесь красим, убираемся, наводим порядок. Тосовцы прикладывают все усилия, чтобы станица с каждым годом становилась лучше. Они принимают активное участие в различных конкурсах, в том числе и краевых. Мы сотрудничаем, как говорится, вместе с администрацией, тесно. Еще кроме этого, что мы ходим по улицам, просим жителей навести порядок, посадить цветы. Кроме этого, собираем сходы граждан, организуем, где также разговор ведем о санитарном состоянии нашей станицы. Хочется, чтобы она была красивой, наша станица, чтобы люди радовались, дети наши были всегда с нами. Мы участвуем во всех мероприятиях, проводимых администрацией. Это и День станицы, и казачьи праздники у нас проходят. Так что вот такая вот работа. Кроме этого, я еще являюсь представителем Совета ветеранов, и мы вот с квартальными частенько посещаем своих ветеранов. Сотрудники клуба, как и все неравнодушные жители станицы, не остаются в стороне. Они делают все возможное для благоустройства станицы. Наши работники Центра культуры и досуга принимают участие во всех, во всех субботниках, которые проходят на территории поселения. Это и на кладбище, и по территории станицы у нас отведен участок. Били полностью всю улицу Ленина, все деревья, столбы, косим, тоже косим. Принимали участие в этом году два раза по удалению конопли. И тоже так вот, ну как бы стараемся поддерживать нашу станицу, чтобы она у нас была красивая, прекрасная, чтобы радовала глаз всех отдыхающих, потому что к нам летом приезжает очень много народа. В станице достаточно активно развивается и культурная жизнь. На базе сельского клуба работают 14 различных кружков и объединений по интересам. Причем в них задействованы не только дети, но и взрослые. Всего более 300 человек посещают данное культурное учреждение. Здесь же любой желающий может посетить библиотеку или музей. Это детские кружки и для взрослого населения. Вот вы видите за мной выставка. Это детки занимаются в изо-студии «Синяя птица». Преподаватель у нас очень талантливый художник. Он закончил институт, пишут картины, участвуют во всех выставках и в краевых, и в районных выставочном зале делают свои выставки. Детки лепят в основном из глины и рисуют. Другой специалист у нас, Ольга Васильевна Мясищева, она занимается более народным. Это и джут у нее, они делают показы моды, одежду из салфановых пакетов. Детки активно участвуют, ходят очень много, поэтому мы этим живем. Деткам у нас интересно. Для взрослых у нас хор уже на протяжении 20 лет. Работает хор казачьей песни «Каладжиночка», где наши солистки, наши бабушки, уже бабушки, которым и 80 лет есть, с удовольствием приходят два раза в неделю на репетиции, поем песни и кубанской направленности, и казачьи песни. Сейчас готовимся к смотру «Не старею душу ветераны», в котором они примут участие. Кристину и Марию в «Каладжинской» называют юными звездами. Девочки уже давно занимаются вокалом и являются постоянными участниками всех местных мероприятий. Как признаются артистки, петь им очень нравится. Они часто выезжают на различные конкурсы и занимают призовые места. Мне это нравится, это для меня как бы на сцену выходишь, тут столько зрителей, для меня это как бы адреналин. Я всегда рада, что мне тут аплодисменты, все, для меня это счастье. Давно уже, ну, наверное, с класса 6-го, ну, может, 5-го, там, ну, как бы уже с маленького возраста. Ездим по районным, по таким краснодарским, ну, по краю ездим, да, как бы занимаемся, и всем нравится. Я с первого класса, как бы раньше ходила в школу искусств поселка Мостовского, я ее закончила, получила стипендию. Вот, ну, сейчас здесь пою в вокальном, как бы, кружке «Ивушка». Вот, ну, тоже ездим по Краснодарскому краю, мы выступаем. Ну, я пою, как бы, в основном. Бывает, участвую там в сценках каких-нибудь. А вообще нравится этим заниматься? Да, конечно, нравится, потому что, ну, ты, конечно, ну, когда выходишь на сцену и зал, конечно, получаешь удовольствие от этого, когда тебя слушают. Екатерина Клименко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежные окна по доступной цене. Это были основные новости недели. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. А сразу после рекламы прогноз погоды от Ирины Берековой. Не переключайтесь. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать, одно положение открывания с подоконником и отливом всего четыре тысячи двести пятьдесят рублей. «Окнопарк». Телефон 8-918-354-58-48.